Отримай шанс на бонус до 10.000 грн. от Favbet 17 марта 2024 года состоятся выборы президента Российской Федерации, в которых будет участвовать среди кандидатов в том числе и действующий президент наш Владимир Владимирович Путин, чему я лично очень рад и голосую за него двумя руками. Последние 23 года существования нашей страны это дело рук нашего президента. Страна стала другая. Здравствуйте, уважаемый... Здравствуйте, Владимир Владимирович. Уважаемый Владимир Владимирович. Уважаемый Владимир Владимирович. Помогите нам, пожалуйста. Владимир Владимирович, обращаемся к вам. Вы гарант Конституции. Мы хотим полноценную жизнь для всех граждан нашей страны. Нас много и будет еще больше. Состояние медицины у нас катастрофическое. Чрезвычайная ситуация в нашем районе. Мы полностью отрезаны от мира. Просто мы не видим выхода из ситуации. Мы очень вас просим, чтобы вы могли нам помочь с мостом. Сгнили автомобили для оказания скорой помощи населению. Не работает отопление с самого начала отопительного сезона. Всем в село Калинино приехали в аэропорт с детьми греться. У нас нет освещения на главной дороге, нет тротуаров. Нас кинули. Нам не выдают квартиры. У генерального директора СИБФНКЦ ФМБА России целых 8 заместителей. Очень просим вас разобраться. Решите нашу проблему! Жизнь стала лучше. Международный престиж нашей страны вырос настолько, что тот монополярный мир, который образовался в 90-х годах, разрушен. Уже сейчас разрушен. И спецоперация это дело как раз и заканчивает. Я за Владимира Путина, за продолжение его руководства нашей страной. Ну ты дебил. И считаю, что за последние 100 с лишним лет это лучший руководитель нашего государства. Я дебил, я дебил, я российский радостный дебил. Здоровья ему, добра, процветания и победы на президентских выборах. Дмитрий Певцов. Отправляю покойного в последний путь. Хотелось бы пожелать ему успехов и здоровья. Я очень рада, что Владимир Владимирович объявил о своем решении баллотироваться на пост президента на этих выборах. Потому что я не знаю, кто бы мог так руководить страной, как руководит ей Путин. Другого такого человека, который бы 330 тысяч человек загнал в сырую землю, меньше чем за два года. Говорит, поплавка я даже не знаю. Он гарант стабильности, он гарант мира. Поэтому у Владимира Владимировича отличное резюме. Да, резюме у Владимира Владимировича и правда отличное. С таким резюме ждут в Гааге на собеседовании. Главное, что он умеет решать задачи, поставленные перед ним и поставленные перед страной. Владимир Владимировича уважают во всем мире. А Россия им гордится. В Дербенте открыли целую улицу с фотографиями двухсотых. Чтобы каждый мог прогордиться тем, сколько местных жителей отправил на тот свет Владимир Владимирович. Сегодня мы открываем стелу из фотографий наших героев, достойно выполнивших свой долг перед отчизной. Родственники на Белой Ладе рукой машут. Благодарят за машину. Это наш очередной небольшой вклад в сохранении памяти о подвигах наших дербенцев в специальной военной операции. А в чем подвиг состоит? Храбро выбить дверь берцами в украинском доме. Бесстрашно вынести стиралку и холодильник. Освободитель залез в украинский дом и удивляется, откуда у хозяев столько денег. Еще один особняк. Сейчас пойду на второй этаж, схожу. Деньги берут. В России растут цены на продукты. Росстат опубликовал официальную статистику. С начала года инфляция составила 7,5%. Но на многие основные продовольственные товары цены взлетели куда стремительнее. Рис стал дороже почти на 10%. За 900 граммов придется отдать 120 рублей. Это доллары 30 центов в переводе на американскую валюту вместо 110. Свинина подорожала на 13%, а вот куриное мясо на целых 30. Если в конце прошлого года 750 граммов голени цыпленка стоили около 200 рублей, то сейчас уже 260. Это 2 доллара и 80 центов. Но все рекорды бьют яйца. Тут рост больше 40%. Ажиотаж вокруг куриных яиц в России. Покупатели в шоке от растущих сцен. За дешевыми яйцами выстраиваются очереди. Генпрокуратура и антимонопольная служба грозят торговым сетям и птицефабрикам. Подробности в материале моего коллеги Романа Захарова. Такого удара россияне не ожидали. Граждане могут лишиться яиц. В дело уже вмешался Кремль. В соцсетях появляется все больше видео с очередями за последними дешевыми яйцами. Информация о продаже яиц поштучно уже никого не удивляет. А дефицит яиц по разумной цене тем более. Пользователи не просто показывают актуальные ценники, но и сравнивают их с недавними. Ведь этот продукт дорожает буквально на глазах. По официальной статистике Росстата, за год розничная цена на куриное яйцо выросла более чем на 40%. Кремль отреагировал на недовольство населения в привычной для него манере. Сразу четырем министерствам – Минсельхозу, Минэкономразвитие, Минфину и Минпромторгу – поручено найти способы снизить рост цен на продовольствие. Неужели курам дан приказ снестись чаще? Прошу принять меры, направленные на увеличение мощностей по производству мяса куры и яйца куриного. А вдруг куры откажутся? Тогда за ними придут. Генпрокурор Игорь Краснов поручил проверить необоснованный, как он его назвал, рост цен на яйца. Контроль ожидает и птицефабрики, и розничные торговые сети. Национальный союз птицеводов немедленно заявил, что отпускные цены производителей яиц не особо-то и менялись. Говорят, яичко теперь не простое, а золотое, так как дорожает корм, да и все вокруг. Лидеры отрасли яичного направления взаимодействуют с торговыми сетями в рамках механизма длительных контрактов. И цены у них находятся примерно на уровне начала года. Тем временем федеральная антимонопольная служба объявила о возможном введении максимальной наценки на куриные яйца 5%. Торговые сети поняли сигналы. Некоторые из них буквально в течение часа в минувшую пятницу заявили об ограничении цен. Торговая сеть «Верный» поддержала предложение службы. Наценки при закупке на тендерах уже ограничены. Прорабатывается вопрос аналогичного ограничения при закупках по долгосрочным договорам поставки. Гипермаркет «Глобус» ограничил наценки на уровне до 5% на один товар в каждой категории яиц. Азбука «Вкуса» – до 10% на яйцо «Куриное Окское» категории С2. Помогут ли административные меры сдержать повышение цен – большой вопрос. Но уже понятно, что проблема подорожания продовольствия может стать одним из пунктов предвыборной кампании Путина. А покупателям же в России накануне Нового года остается лишь вздыхать. Приготовить угощение на праздничный стол без яиц вряд ли возможно. Впрочем, можно завести собственную курицу-несушку. Выросли просмотры ютуб-каналов с советами по разведению домашней птицы. Хорошие куры на яйцо считаются – Легорн, Ломон Браун, Хайсекс Уайт. А новоявленные фермеры показывают свои достижения. И хочу похвастаться. Сегодня вот у нас наши доминантики. Самые молодые снесли. Вот первое яичко оливковое. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова